У меня нога сильно болела, потом подошли, помогли мне встать. Сейчас 9-летний Кирилл Курилов находится дома, и его здоровье ничего не угрожает. Хотя накануне его жизнь была под угрозой. По дороге из школы третиклассник поскользнулся и вылетел прямо на проезжую часть. Всё из-за покрытого толстым слоем льда, тротуара. Да, там вот такой слой льда каждый день. Пал, хотел встать, потом опять соскользнул назад. Сзади ехала машина. Я сразу побежала на место происшествия. По приезду у ребёнка сильные боли. Он плакал, был очень испуган. К счастью, водитель машины успел вовремя притормозить. Делится мама мальчика Екатерина Курилова. Ребёнок отделался ушибами и синяками. Эта проблема, конечно, касается не только нашей семьи. По этой дороге каждый день ходят дети. Дорога не посыпается, не очищается. Уже были случаи, мне известно из соцсети, о том, что девочка падала и ломала там лопатку. Всё случилось на улице 30-го квартала Куюков. Сегодня мы застали причастного к ДТП водителя. Он давал показания автоинспекторам. По этой дороге мужчина ежедневно ездит на работу. Говорит, участок опасный, поэтому всегда проезжает его на минимальной скорости. Это и уберегло школьника. Я успел вовремя затормозить, потому что вообще медленно был. И он скользнулся, и мою машину держал он просто. Он держал и остановился сразу. Даже не очищенная дорога, 30 метров лёд стоит. Вот тот самый тротуар, на котором поскользнулся школьник. Как видим, сегодня его засыпали песком. Однако ходить здесь всё равно неудобно. Во-первых, очень узко. Во-вторых, разметок и дорожных ограждений, разделяющих дорогу от тротуара, здесь просто нет. Эта улица – одна из самых оживлённых в посёлке. Ежедневно по ней до школы добирается более 2000 учеников. Пешеходов от машин здесь отделяет буквально один шаг. Жители не первый год жалуются местным чиновникам. Новые салмычи, этот микрорайон молодёжный, все идут сюда в школу, но никто никогда не чистит. Внук у меня падал сколько раз. Это вообще невозможно. Никто не чистит, даже внимания не обращают. Падают уже дети в тяжёлые портфели. Сумки. По одному приходится либо уступать, либо самой вперёд идти. Весной машины обливают. Что посыпали, так полегче стало немножечко. Но вот такой вот скат туда, к дороге, это сложно переходить. Мы обратились в исполком Пестричинского района. Как здесь заявили, улица 30-го квартала Куйков закреплена за Богородским сельским поселением. Снег убирался. Несмотря даже на новогодние праздники, у нас техника ежедневно выходила на очистку дорог. Тротуары также очищались. Но в связи с тем, что температура была очень низкая, то, что обрабатывали её песчаной с сольной смесью, она не работает при таких температурах. Ещё раз пройдём техникой для доведения воды на нормативное состояние. Проверку начала прокуратура. Уже выявили нарушение федерального законодательства по содержанию дорожных сетей. Высота снежного наката на проблемном участке оказалась 19 сантиметров, когда по норме должно быть не выше 8. По результатам проверки нами внесено представление на имя балансодержателя, главы сельского поселения Богородское. После окончания уже проверки будет принято меры. Вплоть до привлечения должностных виновных лиц к дисциплинарной и административной ответственности. Данный вопрос находится под особым контролем прокуратуры района. Окончательное решение прокуратура примет на этой неделе. Пока же жители Куйков продолжают вступать на опасную школьную тропу. Сирина Васильева, Адельмин Дубаев, ТНВ, Пестеричинский район.